Трансляцию-то я не начал, мать моя женщина, вот, хоть вовремя заметил, а оказывается это не 30 просмотров, оказывается там что-то пересчитали, и вот сейчас написано, что просмотров всего было 15, но 15 это тоже очень много, даже если был бы один просмотр, я всегда говорил, есть театр одного актёра, есть театр одного зрителя, есть радио одного слушателя, даже если одного, я не говорю, что наши одного, но пусть не подумают неправильно, в общем, чего с этим магазином, с настройкой NGINX, FPM и так далее, вроде бы удалось разобраться, кстати я позже заметил, что у них оказывается была возможность образ готовый развернуть с WordPress уже, ну там тоже дичь какая-то, там и PHP какой-то бредовый, непонятно что, но также, конечно же, конечно же, докер-друг, так его назовём, Вито, сразу сказал, что ха-ха-ха, или как там, ла-ла-ла, как там, всё там, то ли выпиливайся, то ли что-то, вот докер с WordPress, ну конечно, конечно, докер с WordPress, это понятно, единственное, я не пойму, там же тоже разные есть сборки, так скажем, образы, образы, будем говорить корректно, лемп там, ламп, и так далее, подождите, лемп, это линукс, NGINX, MySQL и PHP же, правильно? Ну ладно, короче, в чём суть? В том, что эти уроды, вот эти вот создатели этой темы, я вообще не знаю, с WordPress'ом как-то надо что-то придумывать, потому что существующие курсы, какие-то материалы, они не отвечают на главные вопросы, как всем этим зоопаркам, как этих ежей с ужами, даже не ежей с ужами, я не знаю, кого, дикобразов с котами, дикобразов с крокодилами скрещивать, потому что все это, зоопарк этих плагинов, тем, всё не работает, всё требует всегда кастомизации, всегда, я не знаю, покажите мне человека, который что-то купил даже, и всё у него сразу встало, и всё у него сразу заработало, ну это вообще какая-то фигня, вот, ждём пользователя Шоколополюс, ну да, предлагали помощь эти диджи и лотфаги, теперь местные миллионеры, заработали за одну ночь кучи денег, не поддавайся, так, ещё ты можешь заглянуть в статистику, увидеть среднее время этих просмотров, которые несколько минут, но всё равно, и с чего-то надо начинать, может, люди зашли, плюнули в монитор и ушли, Серёжа, сейчас же популярные форматы подкастов, интервью, у тебя же есть все возможности, почему не занимаешься съёмками, съёмками, вот это вот, чтобы сидеть и у ты или у фагета спрашивать, сколько ты зарабатываешь, да, ну да, а, кстати, про YouTube-то я что ещё хотел сказать, да, действительно, вкладка подкастов появилась в творческой студии, вот эта новость, на YouTube появились подкасты, не прошло и 15 лет, как их там заливают, ещё кто-то говорил, что подкасты сдохли, ну вот, видимо, не сдохли, докер с WordPress'ом нужен, чтобы быстро стартануть, но там только PHP в виде PHP-FPM или Apache, PG в докере отдельно, MimCash отдельно, Nginx отдельно, ну, блин, начинается, то есть, чтобы сделать это всё с докером, нужно, наверное, как он там, это, оркестр, да, нужен, как там это всё называется-то, в общем, что я хотел сказать, сейчас мы зайдём в админку этого днища, и, значит, история такова, вот есть тема, она достаточно качественная на самом деле, то есть, тема бывает намного хуже, ну, то есть, такая из популярных, из давно существующих, много фидбэк разработчики получили регулярно, там всё обновляют, чинят, и, ну, насколько я могу, конечно, об этом судить, а я не могу, я ничего не соображаю, в общем, смотрите, вот есть WooCommerce, вот есть товары, такие товары, выращенные в Бетардске, свежие гранаты, кукуруза, и так далее, я хочу всего-навсего, малость самых, чтобы нельзя было купить одну кукурузу, можно было купить минимум пять, вот сейчас вот заходим, тут, значит, что у нас, ну, вот, Милк, допустим, Милк, вот, и яички, у нас есть яички замечательные, 30 штук, штук можно купить минимум 20 долларов, и эта сволочь не работает, то есть, вот, смотрите, мы, значит, удаляем из корзины всё, и добавляем в неё, и оно не работает, видите, написано, 3 chicken eggs has been added to your cart, view cart, нет, сейчас добавилось вроде, вроде добавилось, ладно, окей, но, допустим, меня не устраивает вот эта хрень, которая появляется, мы не хотим, чтобы она добавлялась, и, в общем, в чём суть, что за добавление минимально отвечает плагин, и этот плагин вступает в какой-то конфликт с этой, блин, темой, и они говорят, а, мы не будем вам помогать с этим ничем, ну, вот, вот этот плагин, их много самых разных, кстати, не знаю, с этим может и заработает сейчас, но, по-моему, я все перепробовал, вот, здесь написано минимум 30, степ 5, ну, короче, что минимум 30 яиц, по 5 яиц я могу добавлять, например, и какое-то значение есть по умолчанию, вот, блин, пришлось мне всё просто снести, там всё работало, я думаю, что за оставшиеся, сколько там, 12 минут я не найду эту настройку, которая убирает этот грёбаный поп-ап в добавлении, это тоже отдельная история, где что найти, это просто чёрт ногу сломит, это какие-то часы постоянно, я думаю, все же так, да, то есть, есть документация, но в ней обычно написано самое очевидное, вот, то, что можешь найти по заголовкам, так, докер-компоуз, да, правильно, докер-компоуз, сервис из имидж-вордпресса, патча, порт с 8080, pg, имидж-пасгресс или пан, намкэш, ну, да, я не уверен, что это вообще заработает правильно, но вот так примерно это конфигурается, но надо подключить куда-то вольюм и т.д. Надо же, наверное, сейчас кирпичи посыпятся с неба, потому что Вита даёт дельные советы сразу по делу, а не говорит, зачем тебе это, этим всем должен заниматься профессионал и вообще не суйся. Так, Серёжа, сейчас же популярные форматы подкастов интервью, читая сообщения, которые уже читал, сейчас популярен формат тиктоков и ютуб шортсов, попробуй сжать свой эфир до одной минуты, чтобы передать самую суть. Проблема в том, что минуты это довольно много, то есть, если сжимать до сути, получится, что как бы ничего там нет, может быть, даже в минус уйду. Вот такое удивительное сжатие. Нашел работу для ИС, кидывает какую-то ссылку, но мы туда, я думаю, не пойдём, слишком уж домен не очень. Так, ну что, вот я не знаю, где отключить этот попап, точно совершенно он был. Я опять всё переустанавливал 555 раз, и, короче говоря, теперь тут всё по умолчанию, а с настройками по умолчанию оно вроде бы работает. Билдеры какие-то, какие-то разделы, подразделы, куча всего. Я просто в шоке. На странице магазина показывать товары, отображение категории, сходная сортировка товаров, товаров в строке. Где это было, блин? Ведь я же вот убеждаюсь миллион раз в том, что надо всё записывать, конечно. То есть, я это как-то уже изменял, а теперь я не помню, где я это изменял. Чёрт. Ну, короче, кнопка точно не работает вот на этой главной странице, и не работает кнопка добавления товара. И, как я уже сказал, функционал-то совсем абсолютно базовый. Я нашёл вроде код, который за это отвечает. Вот, quantity, количество, quantity, type, input, single product, quantity. Вот, вот, main configuration. Add to cart, add to cart. Так, выпадающий список. Такое, такое. Direction, button, стайлс. О, где это, блин? Buy now button. Отключим это. Окей. Ну, это отключится только здесь, в самой корзине. Это add to cart. Используйте технологии Ajax, или как это произносится. Naring products to the cart from the individual product page. Individual product page. Да. Fixed the cart message. Stock status. Sticky cart. Ну, ладно, в принципе, по-моему, он и на индивидуальной странице не работал. Удивительное дело. Product added. Так, еще раз очищаем корзину. Добавляем в корзину. Добавляется. Subtotal, back to shop, ее карточка вот. Ну-ка, вот здесь. А вот здесь не добавляется. А, потому что тут вес. Ну-ка, сейчас попробуем еще раз. Ну-ка, мясо, оно вроде по весу. То, как ты поймешь. Где это было, а? Е-мое. Ладно. Все равно эфир сегодня какой-то каличный по времени получился. Е-шлист, компе, продукт, мета, sharing, tabs, related products, apps, bot together, чтимон-блокс, sizing, guide, request, code, button, attribution, description, item, price, title. Ну-да, ну-да. Совсем непонятно, где это, куда они это запихнули. Как вот я не понимаю. нет в общем ладно это не эфира какая-то дичь тогда в любом случае я когда в этом разбирался то есть еще раз нужно чтобы не появлялось вот это окно она появляется вот вот сейчас так работает вот видите вы не можете добавить меньше чем 30 яиц в корзину вот сейчас она так работает да не появляется это окно всплывающие и я когда посмотрел этот код конечно же выяснилось что что здесь вот это значение они здесь 30 стоит странно очень странно лент ладно все загубил ладно не будем тогда надо ответить сейчас есть некоторые тут да у тебя так постоянно не эфира дичь но что поделаешь ну такая да так получилось тем временем окаянный сериал он господи вот фагеты занимает есть prime time занял внучаев половины эфира прошло если что завтра мы эфиры возможно придется отменить часам к 18 ясно бы так что вечер будет собой но хорошо 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 серёжа у тебя ведь наверняка есть фотки как тебя купают голенького в тазике как ты в школу пошел и тогда почему не показываешь было бы интересно там уже для нас зумеров совсем другое время было посмотреть на быть того времени не надо это вот вы специально меня под е чтобы пришел и сказал опять рубрика дембельский альбом давайте ради интереса в оставшиеся там сколько 15 минут заходим в документацию бекон что ну короче говоря всякую фигню пишет обычно главного не пишут где же это было ты не могу понять да кстати не получилось установить сертификат потому что до зона ру она и сегодня плохо стало и сербот короче не смог не осилил так вот удивительно да то есть приходится тратить столько времени на не пойми что сталин колорс ну не но это явно где-то там было в магазине где по папа или что это как это называется самое прикольное когда нужно что-то изменить даже в css там настолько всего не знаю вот кастом css пишешь здесь что-то все равно не работает один фиг ну ладно дополнительные стили какие-то так дутья так 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 сейчас секунду кстати а докер композ я потратил кучу нервов когда пытался запустить коэль что это в докере хотя это обычный печки фронта на лара веля но мозг выедает на раз-два забавно у них документация в x-store я такой уже видел в поркбане в окошке чат там я хотел тут одному человеку посоветовать вот этот сервис поркбан свинина да там это том вспомнил что он мусульманин думаю как-то неловко стало что ли это не круто сделаю не я чё-то ничего не вижу тут нет ведь даже есть эйдж верифай попал можно продавать эфиры и проверять а вам исполнилось 666 лет горе товары под категории сортировка товаров строке и тут кстати вот кто так делает вот смотрите чтобы видеть категории товаров нужно нажать на эту воронку еле заметную а сюда они поместили какое-то меню непонятное общение понятно ладно все это в общем стыдно стыдно но не работала же перед самым перед самим мимо фирм не работал теперь значит работает я не рекомендую поркбан потому что он фронт для клауд фляры только если вы хотите платить по паспорту через крипту что за клауд фляра все-таки фронт фляра воронка это значок фильтра ну да фильтра она же незаметная даже очень важный значок тут вроде бы и вот я не понимаю вроде профессионала делали но кто же так накладывает шрифт на картинке читать невозможно я думал так только школьники пятиклассники делают он нет в powerpoint это какие-то продвинутые темы уже живя ну все я вообще разочаровался в этом в этой индустрии wordpress а за каждый плагин просят теперь не просто 50 долларов 50 долларов в месяц уже нельзя купить плагин там с обновлением как раньше на год все те времена закончились вот давайте в подтверждение моих слов но этот может 10 долларов в месяц просит это кстати не заходил при моем версии get the premium version just по 29 30 долларов фиг там не не 10 в общем ну что в месяц же наверно неужели облажаюсь прямом эфире сингл сайт опту five sites unlimited sites by now one time lifetime update интересно это интересно да облажался это я первый раз сегодня вижу все остальные просили в месяц оплату добавить в корзину корзину и где здесь вообще ну да шаг на два четыре шесть восемь десять ну хорошо ладно на этой теме это работает эту карт там не работает но хорошо серёжа ты смотришь код не там его надо смотреть в самом wordpress и там справа сверху один из пунктов ведет в редактор кода да не код я смотрю там настройка была просто какой-то переключатель он точно был 100 процентов там есть например я для школа полиса попросил отключить их клаудфляровские автозаписи порк бан использует для хоста dns авторитативные сервера cloudflare ну по идее можно зарегать домен на самой фляре я ничего не понял я чайник ладно наверное мне придется сваливать сегодня это стадобищу это надо прекращать никакого контента надо приходить с готовым короче до скорых встреч я это обязательно дожму пока пока